Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем работу в прямом эфире в студии Светланы Ладина. И представлю вам моего гостя. Координатор общероссийской организации «Общее дело» Евгений Маленкин. Женя, добро пожаловать. Да, здравствуйте. Очень тебя ждала. Первый прямой эфир провела сама. И уже начала представлять нашим зрителям новый фильм «Общего дела», который, собственно, ты нам для эфира и принес. Да, фильм называется «Спасибо за жизнь». Вообще интересно, что общественная организация взяла на себя такую функцию. вы же регулярно выдаёте в общественное пространство либо художественные, либо документальные ленты, и это всегда очень качественно. Ну, я, во всяком случае, ещё ни разу не разочаровалась. Ну, вот такой фильм мы сняли уже второй. Первый был художественный «Мама, я вырасту», а сейчас документальный «Спасибо за жизнь». Вы понимаете, когда ты видишь вот эту статистику, вот эти цифры сотни тысяч убитых младенцев в очреве, да? Ну, это же люди, которые могли жить и которые могли давать жизнь другим людям. Ну, мы не можем остаться в стороне. Я считаю, что нормальный человек тоже не может остаться в стороне. И вот нам всем нужна вот такая пауза, чтобы посмотреть, осознать, что происходит. А наши материалы, они помогут как раз определиться, избавиться вот от этого абортного мышления, которое вот в обществе у нас оно есть, и оно постоянно культивируется. Работают целые разветвлённые такие сети, которые пытаются манипулировать общественным сознанием. И чтобы вот этой манипуляции не было, чтобы её исключить, мы снимаем такие правдивые фильмы. Давайте посмотрим один фрагмент, небольшой фрагмент этого фильма. Около семи лет назад я с единомышленниками стала изучать социальные сети. И мне показалось, что общество очень нездорово, поскольку на каждое сообщение беременной женщины о том, что она ждёт ребёнка и не знает, что делать, прибегает около ста комментаторов, которые однозначно советуют ей беременность прервать. Мы стали разбираться в этом вопросе и выяснили, что это целая сеть людей, которые получают за каждое такое сообщение около 60 рублей. И самое удивительное и ужасное, что все эти люди пишут, в принципе, одно и то же. Если женщина родит такого внезапланированного ребёнка, то он вырастет и при этом будет несчастлив. Когда я поняла, что я беременна, встал вопрос выбора. Что делать? Потому что, когда ты одна в большом городе, твоих родственников здесь нет. Мы снимали квартиру, я работала, я понимала, что если я не буду работать, то я даже не знала, как я, где буду жить, что со мной будет. И это была ситуация такой тихой паники. И когда я приехала в клинику, я лепетала такие глупости, что вот, мой молодой человек говорит, что через два года будет хорошо, а сейчас вроде рано, нам надо встать на ноги, нам надо то, нам надо это. И они сказали, что где ты видишь гарантии, что через два года у тебя получится. Это такой гарантии никто не даст. А вдруг нет, а вдруг ты просто останешься без детей и что-то будешь чувствовать. И в какой-то момент вот я, я внутренне не хотела идти на борт. У меня внутри было такое ощущение, что я не хочу, я хотела ребёнка, но меня подталкивал молодой человек. И я пошла в этот день, и у меня даже была оплачена эта процедура, я оттуда ушла. Вот, я ушла, и я не знала, как сложится моя жизнь, что я буду делать с этим, но я сделала свой выбор. Моя дочерь сейчас 24 года, старшая. Она потрясающая девочка, я очень люблю, и я даже не могу представиться, если бы её не было, если бы не было следующих детей, что бы было с моей жизнью, я не знаю. Ещё есть один философский миф такой, или так, социальный миф, который, знаете, как они говорят, а вдруг он будет несчастным? Ну вот, вдруг он родится несчастным? Ну, например, не может мама ему три кружка обеспечить и в бассейн его поводить. Он же будет несчастным. Не сможет ему велосипед купить, там какие-то там кроссовки там какие-то. Он же будет несчастным. Ну тогда встречный вопрос. Ну, завтра ты будешь несчастным. Можно тебя заранее убить? Абор. Это убийство? Часто общаюсь с беременными женщинами вживую или по телефону. И они мне все как одна говорят. Но ведь срок ещё маленький, там не человек. А кто же? Ну, сгусток клеток. Я вот так смотрю на неё и думаю. Ну, а ты-то кто? Тоже сгусток клеток. Отправляю в ответ видео. Говорю, смотри, уже в первые две недели беременности формируются зачатки нервной системы эмбриона. Уже на 16-й день начинает биться сердце. А на 8-й неделе ребёнок двигает ручками и ножками, дотрагивается пальчиками до своего носа и изучает себя и свою маму. Полную версию фильма вы можете посмотреть на YouTube-канале «Общее дело». Жень, вот хочу такую тему тебе задать. То, о чём говорит Наташа Москвитина в самом начале. Вот эти проплаченные комментарии. Я почитала как раз на YouTube комментарии к фильму. Мне кажется, что просто все ринулись туда за деньги или по зову сердца поливать грязью создателей фильма. Мы специально не стали затирать эти комментарии. Но это определённые, показывают средства общества. Конечно же, не все комментарии проплачены. Есть те, которые специально, их такая работа. Ну, что делать? Такая работа у них есть. Пусть они за это несут свою ответственность, это им отвечать. Есть те комментарии, когда человек не выдерживает этой правды. И он просто таким образом защищается, пытается себя оправдать и защищается от этой информации. Вот здесь, конечно же, такому человеку нужна помощь. И я считаю, что здравое зерно, вот мы этой информацией сеем, оно однозначно прорастёт. То есть человек всё равно задумывается. И если это искренняя реакция, это уже реакция. Самое страшное, когда человек никак не реагирует. Такая теплохладность. Я не готов говорить об этом. Я закрываюсь, я в домике. Меня эта тема не касается. Мне же очень часто приходится слышать. Ну, куда вы, мужики-то, лезете про аборты говорить? Ваше какое дело? Это дело женское. Нет уж, дорогие мои. Это дело семейное. Это дело мужчины и дело женщины. Ну, дело мужчины сделать так, чтобы женщина рожала, была спокойна, была радостна. Это не всегда радостно. Далеко не всегда. Но все трудности преодолимы. Если двое их преодолевают, не самоустраняется один из, ну, как правило, мужчина, да, он, как говорит, всё там. Это в комментариях почему-то прям рефреном. Пошёл за хлебом и не вернулся. И вот, значит, как хочешь, так и... Такие стереотипы есть, конечно. Я из комментариев оппонента всё-таки нашла комментарий вежливый. Вот, да, я прямо очень порадовалась. Хотя человек оппонирует. Я никогда не делала аборт, и я сейчас беременна вторым ребёнком, но я не могу согласиться с этими за уши притянутыми тезисами. Ладно, я соглашусь, что иногда к абортам относятся очень легкомысленно. Типа, не время или у меня тут карьера. Я этого тоже не понимаю. Пишет автор. Но, например, родить ребёнка-инвалид, ребёнка, который с большой долей вероятности проживёт не дольше пары дней и так далее. Всё у вас так просто. Вы наши, выражая его в муках, привяжись к нему, а потом похорони просто. Это ж так просто. Он же имеет право на эту короткую жизнь, а мама вообще имеет право избавить себя от этих страданий. Вот Инна Ямбулатова как раз отвечает на этот вопрос. И вообще создатели фильма не обходили никакие неудобные, сложные вот такие вопросы, аргументы. И поэтому ещё раз советую посмотреть его в полной версии. Ну а у нас сейчас фрагмент. Ещё врачи очень часто пугают. Ты приходишь в кабинет к врачу и тебе говорят, у вас ребёнок-инвалид, у вас родится урод. Молодая, родишь ещё, и ты начинаешь сомневаться. Но надо помнить, что, во-первых, 50% таких диагнозов не подтверждаются. Здоровые дети рождаются после УЗИ, в котором говорят, что ребёнок-инвалид. Во-вторых, такой ребёнок действительно может родиться с патологией, но изменить весь мир именно своим поступком, что, несмотря на диагноз, у этого человека воля к жизни. Например, Ник Вучич, который не имеет рук и ног, но меняет жизнь к лучшему. Ну и в конце концов можно родиться абсолютно здоровым, но попасть в автомобильную аварию и стать инвалидом. Никто от этого не застрахован. Нам поставили диагноз, это у нас третий ребёнок был, Миша, поставили диагноз инсульт внутриутробный. И вот тут начались наши, конечно, я испытала на себе полную всю меру любви в кавычках врачебного сообщества. То есть мы подверглись двойному удару, да. Сначала нужно потому, что вдруг вы будете страдать, а зачем вам это нужно, вы успешные люди. А второй раз уже, когда зачем вам это нужно, он вызывает у вас исключительно страдания, там он быстро умрёт. И успокаивали нас этим. То есть вот фактически такая история. Мы решили, что он, прежде всего, он имеет право на жизнь. Какой бы это жизнь ни была, короткой, маленькой, не очень удобной, некомфортной, он имеет право жить. И я вам скажу, что этот опыт жизни с особенным ребёнком – это самый уникальный опыт нашей семьи. Он фактически менялись вокруг нас все. Менялись наши отношения с мужем, менялись отношения со старшими детьми. Это совершенно другие люди стали. Это он фактически лечил всех от того, что вы сказали, от чудовищного эгоизма, себелюбия, такого консумизма, жажды себе удобства. И он научил нас любить, жить ради других. Если бы не было этого малыша, людьми бы, наверное, мы не стали в полном смысле этого слова. В любом случае, это хорошо. Это основной тезис фармкомпании. Вот это надо твёрдо делать. Моё тело – моё дело. Основной тезис – активно продвигаемый зарубежными фармкомпаниями через блогеров и феминисток «Моё тело – моё дело», выдавая аборт как некое право и свободу женщины. На самом же деле они лишают женщину этих прав. Право узнать о мерах поддержки, право узнать о фондах и организациях, готовых позаботиться о ней, узнать правду о том, как аборт разрушает физическое и психическое здоровье женщины. Нет ни одной непреодолимой ситуации в этой жизни. Любая ситуация, любую ситуацию можно пережить. Из любой ситуации есть выход. Если у женщины есть психологические проблемы и трудности, пожалуйста, у нас есть психолог, который тебе помог, который готов тебе оказать необходимую помощь и поддержку. Если женщине не во что одеться, нечего кушать, у нас есть Центр гуманитарной помощи, который сейчас на сегодняшний день в общей сложности 261 по всей стране работает от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина может получить необходимую помощь и поддержку в виде продуктов, гигиенны, одежды, обуви, коляса, кроваток, всего необходимого для ребенка. Даже если женщине некуда идти, у нее есть дом. Это дом для мамы, который сейчас, помимо нашего московского центра, в общей сложности 80 приютов, также располагающихся от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина, которая сейчас в эту минуту осталась одна, и она не знает, что ей делать, она может прийти и обратиться к нам в наш Центр за комплексной помощью и получить необходимую помощь и поддержку в рамках нашего Центра. И вот ради этого созданы наши Центры, которые являются реальной поддержкой для любой беременной женщины. Вы знаете, сколько было женщин за эти почти что 7 лет, ни одна не пришла и не сказала, что получилось плохо, получается всегда хорошо. Женя, вас с Катей пугали, что родится ребенок инвалид? Да, такая ситуация была в нашей семье, и, к сожалению, такие случаи случаются, когда говорят женщинам, что лучше ребенка не оставлять, потому что будут какие-то последствия. Я считаю, не нужно в этом случае слушать, а нужно положиться и довериться Богу. Потому что мы в этом случае, семья верующая, нам немножко попроще. А те люди, которые, ну, может, не верующие, нужно все-таки положиться на свое внутреннее состояние. Нужно все равно ребенку дать жизнь. Я хочу сказать еще про комментарии. Там пишут про Наташу Москвитину. Ну, видят, она красивая, успешная, она умница. Но ей, вот она мама четверых детей, тоже пришлось пройти через такой прессинг. Вот я помню, мы записывали с ней интервью, чтобы эти четверо детей родились, а не меньше. Потому что тоже были такие прогнозы, которые вот убить и все, не рожать. А вот родила и, слава Богу, умница, красавица, посмотрите все на Наташу. Уважаемые зрители, будет продолжение в 16.45 по московскому времени. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Редактор субтитров А.Семкин